Всем привет! С вами я, Эппл Вайт, и сегодня я поспакую вот такую классную куколку Эвер Афтер Хай. Это у нас Брат Бьюти базовая. Конечно, это перевыпуска, она четвертого типа, когда у них ни подставок, ни расчесок, ни данных дневников нет. Но все же мне захотелось эту куколку. И да, эту куколку мне подарили на Новый год, но как-то руки не доходили ее распаковать. Времени не было в учебе, сами понимаете. И вот, через спустя 4 месяца мне захотелось ее открыть. Она такая вот классненькая Брат Бьюти, но на куколке все знают, как выглядит. Это, в принципе, такой корешок, который тратил свою интересность и, как сказать, реалистичность. Новый герб Эвер Афтер Хай, садеричка с Брукпейс, которая получила корону, а также флажок, там, где пицца стильны. Так, здесь у нас есть еще Брэр Бьюти, написано Брэр Бьюти. Дочка свечи красавицы, ее подсхождение написано. Так, сзади, ну, сзади мне тоже это нравится. Потому что сзади будет очень красиво, все оформлено, очень даже красиво. Так, здесь у нас есть верхняя надпись, у нас Эвер Афтер Хай, школа шеста для отважных принцесс. Выше у нас расположены артик Эшлин Эллы, Эбл Вайт, а также Брэр Бьюти, но, к сожалению, ее заклеили. Вот такая вот Эшлин Элла, она очень классная. Кстати, я когда покупала, ездили в Ашан, мы, да, в Ашане покупали. Так, и там была вся линейка первого нам, точнее, там Эшлин была, Эппл, Брайр, Мэдди и Рэйвен. Но вот после Нового Года их всех раскупили, кроме кривоглазки Эшлин. И да, у нее, к сожалению, кривой Мэг был. А еще, когда я недавно поехала в Ашан, я увидела то, что там украли у нее колечко. Так, вот такая коробочка, здесь написано два, а на ней вопросика, которые я ответила, это, правда, очень мало. Какое твое заветное желание сердца и кто твои лучшие друзья? Внизу у нас информация об этой кукле, что она произведена в этом, в Китае. И региональная кукла Мотел, компания, фирма Николь Макодиака. Кисть, что эта кукла снимается? Давайте же я успакую ее, она очень легко садковается. Просто вот так вот. И все, близко так снимается, очень просто вообще. И вот такая скордонка у нас, с такой классной куколкой. Так, Брайер, она очень классная, мне, правда, ее хотелось, но с перевыпуском как-то так вот получилось. Просто в магазинах у нас не было ни перевыпусков, к сожалению, перевыпуск купили. Так, давайте же успакую. Так. Так, я отрезала стрики в голове. Также еще не осталось волосы спаковать и птуловища. Так, все, теперь осталось эту резиночку снять. Руку ее держит. Опять-таки извиняюсь за то, что света нет. Сейчас я бы вышла на балкон, здесь лучше. Ну вот почти, сейчас я ее вытащу. Давно мечтала обратить. Она такая классная. Вот, все. Вот, она такая классненькая. Брайер Бьюти, вот она. Я давно ее не брала. Вообще не брала. Сумочка и карточка. Так, вот такая вот карточка, не информация, вообще не написана. А, мне-то не стеревала. Главное, это кукла. Она такая шикарная. Посмотрите, у меня колечко-праслетик есть. Очень, извиняюсь. Такая классненькая куколка. Вот супер просто шикарная. Мне очень понравилась. Вот такая вот куколка. Делать обзор на нее я смысла нету, по-моему, потому что все уже знают. Кто такая, чья она дочь. И все, ну это старый, довольно написано, старый. Ну, как я тебе скажу, дочка, она дочка красный. Макияж, извиняюсь, спящая красавица. Она наследница. Она хочет следовать своей судьбе, но в то же время ей не хочется поспать в туалет и потерять своих друзей. Вот, на ней присутствуют такие классные очки. Макияж у нее обычный, но отличается от базового. Конечно же, брови, это самое главное. Перелива нету в бровях, к сожалению. Макияж другой совершенно. Он не был базовым, у меня был не такой броский, у него почти не было. А ее украшения на груди не перекрашены, к сожалению. Платье в виде цветка розы, она очень классная. Сумочка в виде такой подушечки, очень классный, с розочкой. Платье обычное, такой черненький вот. Колечко тоже в виде розочки. Так, имеются колготки, но первые пускай у них были с рисунками. Туфли у нее восхитительные, они в виде шипов. И тут еще пришелся роза. Так, делаю ее оценку кукле. Плюсы, зато, сейчас скажу ее плюсы. Плюсы, наряд очень классный, соответствует полностью базовой кукле. Она почти не потеряла свою мелодичность. К сожалению, но не прокрашенная тоже. Мин, так, плюс еще один. Потому что ей к ней входит карточка. Так, все равно это плюс-плюс. Так, давайте, и в принципе это все. Хотя, нет, у нее еще... А, у нее очень классные волосы, тоже ей плюс. Хорошая прошивка. Это тоже, я бы оставила такой кукле хороший плюсик. Так как мне очень понравились ее волосы. Мин, значит, какая-то доспределенно густая прошивка. Минусы, давайте скажем минусы ее. Минусы, конечно, теперь выпуска. Подставки нету, расчетки нету. Аксуары не прокрашены. Она не более детализирована. Но, в принципе, она вообще не потеряла свою мелодичность. И, в принципе, она такая же прярка, как и все. Ну, всем пока. Это на этом все, что я хотела сказать. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. И, кстати, завтра будет Пасха. Поздравляю всех с наступающей Пасхой. Пожалуйста, поставьте мне лайк. Мне будет очень приятно. Это отличный подарок. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.